А сейчас мы поговорим о человеке, о котором многие наверняка не слышали. Но ее смерть, главная новость на Украине уже вторые сутки. Речь идет о Екатерине Ганзюк. Эта общественная активистка из Херсона скончалась накануне в больнице. Три месяца назад нападение на нее с использованием серной кислоты вызвало широкий общественный резонанс. Тогда она получила ожоги около третьей поверхности тела и серьезные повреждения глаз. Украинские СМИ сообщают, что причиной ее смерти мог быть оторвавшийся тромб. И в своем твиттере президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы полиция сделала все возможное и нашла убийц активистки. Сейчас по делу о нападении на Ганзюк проходят пять человек. Впрочем, многие на Украине, особенно те, кто работал с активисткой, знал ее, обвиняют власти в бездействии. Вечером в воскресенье несколько сотен человек собрались на акцию здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве. Здесь свечи, фотографии, плакаты с надписями ее убили и кто заказчик убийства принесли собравшиеся. А акцию они начали с минуты молчания в памяти Ганзюк. Требования собравшихся объективное расследование преступления. Подобные акции прошли, добавлю, и в нескольких других украинских городах. Друзья-активистки называют два главных направления, по которым она работала и имела принципиальных оппонентов. Это противодействие пророссийским движениям в Херсоне и борьба с коррупцией в местной полиции. Сейчас со мной на связи наш киевский корреспондент Святослав Хоменко. Слав, приветствую тебя. Чем именно занималась Ганзюк? Что это за два направления, о которых я сказал? В чем заключалась ее деятельность? Да, Олег, ты правильно сказал. До этого ужасного нападения на Катерину Ганзюк, пожалуй, мало кто в Украине, если говорить о больших массах народа, в украинском обществе в целом, знал вообще о ее существовании. Ей было 33 года, она была известной в своем родном Херсоне, это областной центр на юге Украины, общественной активисткой. Она принимала участие в Первом Майдане, Оранжевом Майдане 2004 года, она была активисткой Евромайдана. После Евромайдана она пошла, можно сказать, в активную политику. В последнее время она занимала должность, исполняющая обязанности управделами Херсонского гороисполкома, а также была советником мэра. Как ты правильно сказал, вот это два главные направления, это не единственное, по которым она работала. Если говорить о ее противодействии деятельности пророссийских организаций, то она, как вспоминают ее друзья, с таким прискорбием немного говорила, что Херсон, ближайший областной центр к аннексированному Крыму, она называла ватным городом. Но в последнее время ее соратники размещали, например, на подъездах к Крыму такие ироничные билборды, которые как-то троллили, условно говоря, людей, которые едут туда или оттуда. Если же говорить о ее борьбе с коррупцией в родном городе, то действительно часто объектами ее расследования, ее жесткой критики, которая по часу переходила, некоторые границы с ней судились, были правоохранительные органы. И именно недоверие друзей Екатерины Гонзюк к херсонским полицейским стало причиной того, что расследование ее дела забрало к себе главное следственное управление украинской спецслужбы, службы безопасности Украины. Да, но вот раз забрали, раз у Киева такое особое отношение к этому делу, почему же тогда, слава власти, очень многие активисты обвиняют власти в бездействии? Ведь, по сути, есть аресты по этому делу. Прошло всего три месяца, это не такой уж большой срок, чтобы сразу сказать, что вот мы нашли виновных, вот почему не дают время, а властям все-таки как-то закончить это дело? Да, действительно, аресты есть. Сейчас за решеткой, точнее в статусе подозреваемых, находятся пять человек. Один из них, по словам правоохранителей, был организатором, человеком, который подбирал других исполнителей этого преступления. Среди них также человек, который выливал на нее литр концентрированной серной кислоты. Но, с другой стороны, обоснованные вопросы вызывают действия полиции, вообще правоохранителей в этом деле. Потому что сначала в качестве обвиняемого пытались выставить человека, у которого потом обнаружилось железное алиби, но, тем не менее, руководство полиции отчитывалось, что вот все, мы нашли, нашли убийцу. Кроме того, наблюдатели отмечают, что правоохранители пока что и близко не подошли к тому, чтобы назвать организатора этого убийства. А друзья, коллеги Екатерины Гондюк говорят о том, что без того, чтобы назвать организатора, любое расследование, привлечение к ответственности даже этих пятерых человек, которые сейчас находятся в поле зрения украинских правоохранителей, будет неполным и, в принципе, не будет иметь смысла. А почему после смерти активистки, Слава, если можно очень коротко, снова заговорили о коррупции как главной проблеме для украинских властей, вообще для Украины? В первую очередь потому, что действующая коринская власть, которая пришла, собственно, к власти на лозунгах борьбы с коррупцией, судя по всему, не может похвастаться какими-то суперуспехами в борьбе с коррупцией. И главными двигателями борьбы с коррупцией становятся такие люди, как Екатерина Гондюк, которые вот на своем уровне, на местном уровне борются с коррупционерами, и сейчас они чувствуют, что они не защищены от этих самых коррупционеров, а власть закрывает глаза на нападение на них. Наблюдатели говорят о том, что число нападений на антикоррупционных активистов в последнее время исчисляется уже десятками. Власть отрицает эти обвинения и говорит, что это все не связано друг с другом в случае, и на самом деле все как бы идет в порядке, с коррупцией борются и преступления раскрывают. Субтитры создавал DimaTorzok